Гастроли театра кукол Рай Кончаловского и клуб считающих бизнесменов. Это время культуры и с вами Анастасия Романова. В ближайшие 10 минут мы будем говорить о главных открытиях, премьерах и персонах прошедших 7 дней. И в начале главные культурные новости недели одной строкой. Более 43 миллионов рублей из федерального бюджета получит Алтайский край на ремонт сельских ДК, поддержку детских школ искусств и развитие региональных библиотек. Об этом в письме на имя губернатора сообщил министр культуры России Владимир Мединский. Впервые часть суммы, 8 миллионов, направят в муниципальные театры, вийские и рубцовские драматические. Они смогут купить современное оборудование, обновить свет, звук и поставить спектакли. В рамках проекта «Поезд культуры», посвященному 80-летию Алтайского края, театр «Кукол сказка» выступил в Зато-Сибирском. Артисты показали премьеру сезона «Али Баба» и «Сорок разбойников». По словам постановщиков, в Барнауле спектакль особенно популярен. Его посмотрели уже больше полутора тысяч школьников. Главная кинопремьера недели – рай Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли. В прошлом году на Венецианском фестивале картина получила «Серебряного льва» за лучшую режиссуру. Теперь рай претендует на «Оскар». Черно-белую драму Кончаловского можно посмотреть во всех кинотеатрах Барнаула. Если перестать читать книги, то можно и не мечтать о каком-либо карьерном росте. Так считают в клубе читающих бизнесменов. В него входят известные барнаульские предприниматели, которые раз в месяц бросают все дела и собираются за чашкой кофе, чтобы обсудить профессиональную литературу. Как попасть в клуб читающих, расскажу далее. Классическая литература для души, профессиональная для опыта. Раз в три недели барнаульские предприниматели собираются за чашкой кофе, чтобы обсудить лучшие бизнес-книги. Они содержат полезные советы, которые грамотный управленец обязательно использует в работе. По роду своей деятельности я постоянно нахожусь в поиске каких-то новых бизнес-решений, бизнес-инструментов и обсуждаю их со своими клиентами. Потом к нам присоединились уже и другие предприниматели города Парнаула с целью интегрировать, чтобы обсуждать интересные инструменты менеджмента через обсуждение бизнес-литературы. Клуб читающих бизнесменов появился в Барнауле в ноябре прошлого года. Говорили об этой странной жизни Даниила Гранина, антихрупкости Носима Талеба и скорочтении на практике Павла Палагина. Это уже четвертая встреча. Спикер Иван Ключников выбрал для обсуждения книгу Ицхака Адизеса «Идеальный руководитель». Всю свою жизнь преимущественно занимаюсь менеджментом и, конечно же, краеугольным камнем в данной книге и вообще методологией Адизеса является именно менеджмент. Это рассматривается как грамотное управление изменениями. В бизнес-клубе, конечно, здесь все управленцы, все имеют определенную базу знаний, опыта, в конце концов. И поэтому я считаю, что сегодня именно в этой среде будет интересно поговорить на эту тему. Название книги объявляют за три недели, чтобы члены клуба заранее могли подготовиться ко встрече. Почти всегда у каждого появляются вопросы и мнения о прочитанном. Обсудить все это и даже поспорить – главная цель проекта. При таком полном анализе книга действительно станет полезной. Развивать нужно не западающие буквы, а развивать те, которые у тебя сильные. А классический менеджмент говорит о том, что давайте, бузуйте, ты не администратор, но ты заставляй себя администрировать, и получается, что эффективность человека падает. Стать участником клуба может любой предприниматель, кому интересно делиться опытом и взамен получать ценные советы. Всю информацию о следующей встрече можно найти на официальной странице Клуба читающих бизнесменов в социальной сети Facebook. Если же литература не единственная, чем вы увлекаетесь, скорее смотрите рубрику «Культсовет». Актриса театра драмы Ольга Любицкая расскажет, что посмотреть и куда сходить на этих выходных. Меня зовут Ольга Любицкая, я артистка Краевого театра драмы имени Шукшина, и сегодня я вам расскажу о предстоящих культурных событиях нашего города. 22 января в Государственной филармонии Алтайского края состоится детский музыкальный спектакль «Сказки светлого леса». Примечательен этот спектакль тем, что в нем используется песочная анимация. Музыкальное сопровождение «Ансамбль Камеранс» текст читает Галина Зорина, актриса Краевого театра драмы имени Шукшина. 22 января в 13.00 состоится первое занятие нового другого театра студии. Занятие состоится по адресу Ползунова, 37. Это исторический центр на территории бывшего сереброплавильного завода, ныне известный как «Спичка». Также 22 января в 18.00 в антикафе «Три кита» состоится совместный акустический концерт группы «Чи Броуз» и солиста группы «Свои в городе» Кирилла Скобелина. Прозвучат как авторские произведения ребят, так и каверы на их любимые песни. О театре. 22 января в 18.30 на экспериментальной сцене Краевого театра драмы состоится премьерный спектакль этого сезона «Очень простая история». Это спектакль о том, как двое молодых людей в сложных условиях деревенского быта и враждующих семейств пытаются сохранить светлое чувство по отношению друг к другу, а также о том, как наши меньшие братья, животные, относятся к нашим человеческим проблемам. На этом я с вами прощаюсь. Жду вас на спектаклях в нашем театре. Давай, будто мы рыбы с тобой, а вокруг нас большой аквариум. Ты решила, что больше вслух нам не надо с тобой разговаривать. Нам нельзя плавниками царапаться, чтобы спины в полоску, как окуни. Рот открыв, барабанит в стекло пацан, пялится на нас, точно вкопанный. Начинает кормить с ладони нас удивительными объедками. И мы в драку с улитками начинаем все это охватать. Пишут энциклопедии, что оказывается мы редкие. Но откуда нам знать, если мы не умеем читать? Просто держись за хвост. Разные демоны будут тянуть тебя в водоворот. Не первый день с тобой в поисках Немо мы. Только он, может быть, сам нас найдет. Может, удастся хоть на этот раз вверх по водорослям. Прыжок дальше на палас, здесь уже сложней. Не дыши ртом под оконник, форточка, вон лужа. По ней поплывем, просто держись за хвост. И не бойся упасть, ты подумай только, как там Немо без нас? Еще чуть-чуть мечту мою не убей. Представь, что это аквапарк в водосточной трубе, а там уже океан. Плавником подать в копоти машин, доползти. Хватит опыта мимо бетонных плит и человеческих ног. Вон впереди, как маяк, сияет планктон. К черту, слышишь, чертям этот стеклянный куб? Лучше плыть вдвоем среди медуз и акул. Лучше инстинктом, а не людям доверять. Вон она вода, не переживай, просто держись за хвост. Разные демоны будут тянуть тебя в водоворот. Не первый день с тобой в поисках Немо мы. Только он, может быть, сам нас найдет. Немо, Немо, Немо. Просто держись за хвост. Разные демоны будут тянуть тебя в водоворот. Не первый день с тобой в поисках Немо мы. Только он, может быть, сам нас найдет. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин